Вот следы последних клиентов, да? Да, да, они уже зарастают, в последнее время меня уже не царапают. Клиенты Александра Яконченко возмущение высказывают не книги жалоб. Следы недовольства оставляют на руках мастера в виде шрамов, укусов. Грумер со стажем, делать прически собакам, кошкам, кроликам и даже енотам могла бы. Но пока таких посетителей нет. Это наша клиентка Фиби. Её нужно подстричь, сделать блеск тату на ушках. Подстричь кончики, сбрыть лишнее и профилировать чёлку. Хозяйка Ёрка знает, как сделать из Фиби звезду. Фиби же, как настоящая лезвие, уже усвоила. Красота требует собачьих жертв. И терпит. В собачьем моде правило номер один. Чем короче, тем лучше. Длинные чёлки и локоны до лап канули в лету вместе с гламуром. Брутальные лысины в мире животных под запретом. Брить под ноль ни кошек, ни собак нельзя. В остальном профессиональный грумер может всё. Из французской баллонки сделать панду, из пуделя панка и даже кошку превратить в динозавра. На смену опасному окрашиванию пришло безопасное тату. Мопсам на лопатки бьют бабочек, пуделям делают рисунки поэкстраваганднее. Молнии и скорпионы. Допустим, если мальчикам, то мечи, скорпионы. Девочкам также вот скорпион у нас есть красивый. Девочкам бабочки, всякие там котики. Болонку с бабочкой на боку за дому лёгкого поведения не примут. Значения у таких надзельных рисунков у животных пока нет. Собачья тату временная, больше напоминает бодиар. Смывается через пару недель и стоит около 200 рублей. Дёргаемся, не дёргаемся. Тихонечко. Ещё дешевле стразы. Золотым, красным или чёрным теперь украшают уши, хвосты и лапы питомцев. Первый раз сделали блеск тату. Если честно, очень нравится. Смена имиджа кота или пса влетит в копеечку. За стрижку хозяину придётся выложить от 1000 рублей и больше. Всё зависит только от фантазии владельца хвостатого и самого грумера.